Потому что это действительно может открыть сексуальную сферу отношений с мужчиной вашим совсем с другой стороны. Итак, правило номер один. Научитесь говорить о сексе со своим мужчиной. Удивительно, но факт. Большая часть людей по какой-то причине не говорят о сексе. Они сразу переходят к занятию сексом. Кто-то ссылается на то, что мы уже взрослые люди. Чего о нем говорить? Надо им заниматься. Но если мы с вами говорим о достаточно приятном для двух партнеров соите. Мы наверняка должны обозначить то, что для нас важно. Что для нас более интересно. Что более приятно. Что возбуждает. Что настораживает. Что отталкивает. Так вот, когда женщина своему мужчине сообщает о своих эрогенных зонах, о своих предпочтениях, о своих пожеланиях, о том, как бы ей хотелось, как ей нравится, как она себя чувствует более желанной и так далее. Тогда мужчина начинает действовать не вслепую, а действует, естественно, понимая, что нравится его женщине. В принципе, то же самое может сказать и мужчина. Для того, чтобы ему было более приятно с вами в близости. То есть, прежде чем перейти к занятию сексом, поговорите об этом. Очень здорово помогают, когда люди, допустим, обсуждают какие-то, ну, какие-то, возможно, даже теневые, скрытые, табуированные темы. Делятся своими фантазиями. Делятся своими, возможно, даже страхами, опасениями. То есть, тем, чем невозможно поделиться с другими людьми. Здесь, конечно, многие из вас могут сказать, что вы уже пытались со своим мужчиной говорить о чем-то более таком откровенном. Он это воспринимает в штыки. И да, действительно, есть такая категория мужчин, которые, к большому сожалению, воспитаны и прошли этапы психосексуального развития с определенными повреждениями своей психики. И для них очень многие вещи где-то граничат с аморальностью, маразмом, даже если это касается исключительно двух людей. С какой-то проституцией, развратом могут назвать свою женщину там шлюхой, еще какой-то. Ты что такое говоришь? Это вообще уму непостижимо. Но это уже отдельная история. Я обязательно об этом запишу в видео. Но в любом случае, научитесь говорить со своим мужчиной о сексе, прежде чем пойти и начать им заниматься. Второе золотое правило для абсолютно каждой женщины. Занимайтесь сексом с мужчиной только тогда, когда вы действительно этого хотите. Запомните это раз и навсегда. Женщина должна ложиться в постель к мужчине только тогда, когда она действительно испытывает желание. Не потому, что она это делает в качестве одолжения. Не потому, что это ее супружеский долг. Не потому, что она идет спать с мужчиной, чтобы он не обиделся, либо разозлился. Нет. Я вам объясню почему. Когда вы начинаете идти в такой самообман и ложитесь с мужчиной в постель в тот период, когда вы сами этого не желаете, рано или поздно ваш организм, ваша психика, ваше тело, вплоть до вашей вагины будут отвергать, вытеснять и отрицать само понятие близости с вашим мужчиной. В таком состоянии недалеко и до психогенной фригидности. Потому, что для вашего организма это будет постоянный стресс входить в близость с мужчиной без желания. При этом очень важный момент, на который необходимо обратить внимание. Если вы отказываете своему мужчине в близости, не нужно это делать так, как будто бы вы косой сено косите, траву какую-то косите. Нет, это нужно сделать мягко, это нужно сделать очень дипломатично, по-женски сексуально. Да, я тебя всегда хочу, я думаю о тебе, но сегодня у меня вот такое настроение. Мне бы хотелось просто полежать, просто тебя обнять. При этом вы должны понимать, что вы, женщина, устроены удивительным образом. И даже в тот момент, когда вы говорите, я не хочу, при должных действиях мужчины, то есть если он не начинает сразу, как мальчик маленький, обижаться, бежать в другую комнату, хлопать дверьми, либо матом крыть, психовать. А если он просто обнимает вас, где-то погладил по спинке, прижал вас к себе, то есть он не лезет напрямую к вашим эрогенным зонам, то в такой момент у вас неожиданно может проснуться такое желание. Поэтому это будет очень правильно и разумно, если вы аккуратно скажете, сообщите мужчине, что вы пока не готовы, но при этом не будете запрещать ему обнимать вас, целовать, просто понаходиться рядышком, подержать за руку. То есть это абсолютно нормальная история. Я могу так сказать, что к большому сожалению, огромное количество женщин довели себя, еще раз повторюсь, до психогенной фригидности, до формирования тазового блока, только лишь потому, что соглашались на близость тогда, когда они на самом деле этого не хотят. Все, что касается формирования всех блоков, телесные блоки, я имею ввиду тазовый блок, и горловой, и брюшной, и диафрагмальный, и глазной, я об этом очень подробно рассказываю на своей программе. Я такая одна удобная или уникальная, международная программа диагностическая, поэтому если вы хотите, пожалуйста, под этим видео есть ссылочка, вы можете пройти регистрацию из любой точки мира, присоединиться к ближайшему диагностическому курсу. Так вот, следующее правило, третье, не имитируйте удовольствие, то есть не показывайте мужчине, что вам хорошо, когда вам нехорошо, когда вы испытываете какой-то дискомфорт, когда мужчина совершает какие-то действия, которые причиняют вам боль, когда он двигается как-то не так, трогает как-то не так. То есть ваша задача сообщить об этом, опять же таки, не нужно там дергаться, и ты что там придурок, не видишь, куда наступаешь, или там куда жмешь, нет. Мягко, тактично, но объяснить мужчине, что так вам не очень приятно, а больше нравится, когда ты вот так делаешь. В чем опасность, когда женщина имитирует удовольствие? Действительно, миллионы женщин сталкиваются с анаргазмией, то есть отсутствует возможность получить оргазм, а не получается. Естественно, это очень приятное состояние, когда женщина оргазмирует, но и женщины, которые не умеют этого делать, у них не получается. И, конечно, им они вынуждены делать вид, что как бы да, вроде бы все хорошо. Чем это опасно? Естественно, кроме того, что мы с вами во время близости обмениваемся и прикосновениями, и поцелуями, и чувствуемый запах тела, аромат тела своего партнера, кроме всего этого мы еще обмениваемся энергией. И вот эта волна, которая зашкаливает во время близости сексуальной, нарастающего возбуждения, оргазма, она очень часто объединяет людей. Там формируются очень сильные такие нейроассоциативные состояния, когда вы чувствуете друг друга, когда вы в едином слиянии во время оргазма находитесь. Когда женщины имитируют, этого не происходит. И рано или поздно, опять же таки повторюсь, сексуальная близость станет для вас обыденной, сухой, пресной, неинтересной. Поэтому, когда вы обманываете себя, обманываете своего партнера, вы причиняете только лишь вред. И многие женщины боятся об этом сказать мужчине. Первое. Боятся услышать от мужчины, что ты какая-то проблемная, видимо проблема в тебе. Но давайте мы не будем говорить о том, что женщина, которая не оргазмирует, это какая-то бракованная женщина. Нет. Эти вопросы решаются очень легко. Современные психотерапии, сексологии, сексопатологии. То есть, эти вопросы можно решить. И было бы желание у женщины и у мужчины, который хочет ее поддержать. Так вот, смотрите, когда, это первый момент, да, то есть, женщина не может оргазмировать, она боится сказать об этом мужчине, чтобы не выглядеть неполноценно. С другой стороны, женщина боится сказать мужчине об этом для того, чтобы его не обидеть, чтобы он себя не почувствовал неполноценным. Естественно, и в той, и в другой ситуации исключительный вред. То есть, ничего хорошего там не будет. То есть, если вы думаете, что таким образом сохраните комфортные отношения здесь и сейчас, то в будущем это сыграет злую шутку. И действительно возникнут проблемы, поверьте, вплоть до расставания, вплоть до разрушения отношений. Потому что мужчина, он в принципе будет женщиной, как мы уже говорили с вами, да, в начале, второй пункт. Пошла заниматься любовью с ним в состоянии, когда она этого не хочет. При этом еще, например, имитирует удовольствие. И, конечно, мужчина же не идиоты, он все прекрасно чувствует. Он все прекрасно понимает, он все прекрасно осознает. И есть разница, когда женщина рядом с мужчиной действительно получает удовольствие, она действительно занимается любовью, когда этого хочет. Или когда женщина соглашается на это, просто так. И здесь очень важный момент. На это же реагирует все ваше тело. Абсолютно все. И не обманывайте себя. Запомните, еще раз повторюсь, что не нужно имитировать удовольствие. Если вы понимаете, что вы столкнулись с проблемой отсутствия получать удовольствие в близости с мужчиной, то есть анаргазмия, надо этот вопрос решать. Либо идти в терапию, либо осознать эту проблему в групповой динамике. Как вам удобно? Понятно, что личная терапия достаточно эффективна, но прежде чем обратиться к личной терапии, можно многие вопросы решить самостоятельно. Поэтому можете это сделать со мной на моей бесплатной программе.